Королева Великобритании Елизавета II в Задьяна Трону в 1952 году она поклялась посвятить свою жизнь британскому народу и слово свое она сдержала. Да, за время правления ее величества случалось всякое, в том числе кризис монархии, который произошел в 92 году, когда двое детей королевы, принца Эндрю и принцесса Анна, развелись со своими супругами. Отношения Чарльза и принцессы Дианы дали трещину. Королеву критиковали, иногда она становилась объектом насмешек, но ее всегда уважали и любили. Она обеспечила стране стабильность на десятилетия. При ней большинству британцев редко приходило в голову ставить под вопрос существование монархии в Соединенном Королевстве. С нами на связь обозреватель дойчий велик Константин Эггерт, кавалер ордена Британской империи. Здравствуйте, Константин! Здравствуйте! И сразу хотел вас немножечко поправить. Королева, вообще британский монарх, любой не правит, а царствует. Правят политики. Это парламентская конституционная монархия. Британия в трауре. Мы все видели, сколько людей хлынуло вчера к Букингемскому дворцу, как только была обнародована печальная весть. Насколько это неожиданная новость, учитывая возраст королевы и то, что последние полгода сообщалось о проблемах с ее мобильностью? Ну, она действительно не очень неожиданная. Это новость. 96 лет человеку, вы, наверное, ожидаете, что он в любой момент может нас покинуть. Но, с другой стороны, люди привыкли к тому, что королева всегда выполняла, безукоризм выполняла свои церемониальные общественные обязанности. Никогда от них не уходила, но только если действительно серьезно болела. И поэтому, наверное, все-таки определенный элемент неожиданности был, потому что буквально за два дня до кончины Ее Величество принимало новую премьер-министра, как и в последнего, 15-го премьер-министра ее царского министра. И было ясно, что, но тем не менее, она бодрая, интеллектуально бодрая, в том числе и готова общаться с премьером. И поэтому вот такое быстрое угасание, наверное, все-таки для многих стало сюрпризом, несмотря на вот это. Это конец эпохи. 20-й век ушел вместе с последними его символами. Михаилом Горбачевым и Елизаветой II королева взошла на трон в 1952 году. Она видела Гитлера, Сталина. В мире сменялись власти, президенты, шли войны. Большинство живущих сегодня в Великобритании, в странах Содружества наций и людей, родились и прожили всю жизнь в эпоху ее правления. В Британии можно было позавидовать ее стабильности, которую обеспечила именно королева. Вы с этим согласны? Ну, она не видела Гитлера и Сталина. Она при них жила, конечно же. Это верно, родившись в 1926 году. Но ей повезло, наверное, этих двух монстров не видеть. Я бы сказал, что, наверное, все-таки стабильность политической системы, да, обеспечивает парламентской конституционной монархии и роль монарха как главы государства, находящегося над политическими партиями, над политическими дрязгами. В этом сомнения нет. Сыграл бы ли кто-то другой эту роль так же хорошо, как Елизавета II, мы не знаем, потому что история дала нам только ее. Но, несомненно, она была образцовым конституционным монархом, очень тактичным, очень мудрым, очень лояльным и любящим свой народ, безукоризненным в семейной жизни, человеком, который очень редко допускал какие-то, может быть, недостаточно удачные шаги. Их буквально можно на пальцы ходу руки пересчитать. Поэтому, несомненно, как символ преемственности, как символ национальной традиции, как символ нацполитического арбитража, если угодно, Елизавета II абсолютно уникальная личность. И это, несомненно, одна из самых узнаваемых фигур 20-го и 21-го века. И такое она, конечно, запомнится. Именно большой моральный пример для страны. Такое бывает действительно редко. И в этом смысле Соединенному Королевству очень сильно повезло за 70 небольшим лет ее царства. Вы уже сказали, что при Елизавете II сменилось 15 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля. Как выстраивались отношения королевы с главами правительств? Какого из премьеров можно выделить особо? Ну, наверное, мы когда-то узнаем, когда будут открыты документы королевской семье. Там довольно много не будет долга открыто, скажем так. Может быть, какая-то частная переписка и так далее. Насколько я понимаю, королева очень уважала Уинстона Черчилла. И, насколько я также понимаю, у нее были непростые отношения с Маргарет Тэтчером. Может быть, потому что две сильные женщины-лидеры иногда немножко конкурировали, потому что понятно, что в свое время приход Тэтчер в качестве премьера был буквально революцией для Великобритании. Вот это то, что известно. Наверное, были какие-то премьеры, с которыми он просто меньше общался. Например, Олег Даглс-Хюм, который был премьером всего один год. И, наверное, с ним было меньше взаимодействия, чем, скажем, с той же Тэтчером или с Харлдом Уинсоном в 60-70-е годы. Но, как мне кажется, королева всегда очень успешно держала дистанцию между, ну, скажем, частным общением с премьером, а разговоры королевы и премьеров, они были не про погоду. Это действительно разговоры об управлении страной всегда. Но их содержание никогда не становилось известно в публике. И в этом, наверное, одна из самых главных и важных ролей конституционного монарха в Великобритании. Предоставлять свое мнение, если угодно, свой совет, но никогда напрямую не вмешиваться в политику. За это конституционную монарху ценят в Великобритании. Именно поэтому, кстати, ей ничего не угрожает, несмотря на то, что сейчас, вскоре после похорон, конечно же, ну, левая часть масс-медиа опять заведет известную песню про то, как хорошо бы, в конечном счете, иметь республику и наследственную монархию. Но мой опыт общения с британцами и поездок в Великобританию показал мне, что все-таки, по крайней мере, пока значительная часть граждан, подданных королевства абсолютно четко представляет себе Великобританию только как вода. В момент, когда умерла королева, корона была передана без всяких церемоний ее наследнику, бывшему принцу Уэльскому Чальзу. Он стал самым возрастным монархом, восходящим на престол. Что будет дальше? Ну, дальше будет определен новый наследник престола. Кстати, принц Уэльям, вот, королевы Геонсокемриджки, необязательно, скорее всего, станет им, но это необязательно. Решение о том, кто будет принцем Уэльским, будет принимать кабинет и новый король, его величество, Карл Ильичанг III. У нового монарха есть репутация человека, который значительно более свободно высказывал свои мнения по самым разным аспектам британской жизни, от роли религии до архитектуры. Но в недавнем интервью тогда еще принц Уэльский сказал, что он будет брать пример с матери и будет очень ограничивать свои публичные высказывания. Ну, теми темами, которые для христианного монарха, скажем так, подобаются. Что же касается наследия престола, престола наследия, ну, я думаю, оно абсолютно четко определено. У нас уже есть и внуки, и правники королевы, поэтому ее величество оставило королевскую семью в надежных руках, что, я думаю, будет, кстати. Вот несколько вещей могут быть. Первая часть стран, содружество, когда-то назвалось британским содружеством, где британский монарх по-прежнему главного государства, например, Канада или Австралия, могут отказаться от этого и стать республиками. Во многих из этих стран это не делали как раз из уважения к юридическим заэтистям. Это может быть, не обязательно, но может быть. Второе, принц Чалл может провести некую ревизию, некую реформу королевской семьи, например, какую-то часть младших членов исключить из государства финансирования. Кстати, это делалось уже и в поздние годы Елизаветы Второй. То есть, может быть, немножко более четко будет определено, кто является, а кто не является членом королевской семьи. Ну и, наконец, в-третьих мы посмотрим. Сейчас думающий человек, если встречался, он, несомненно, прекрасно понимает, по чьим стопам идет, идет по стопам его матери, которую, ну, наверное, можно сказать, уже один из выдающихся монархов Соединенного Королевства, можно назвать уже сегодня. Я думаю, он прекрасно понимает эту ответственность. Вообще, работа современного конституционного монарха в обществе, которое готово платить за монархию, это всегда быть безупречным, быть символом национальной преемственности, давать совет политикам, но не лезть в политику, представлять страну на международной арене с достоинством и в определенной степени, даже с каким-то шлифом, я бы так сказал, требуя такое слово. Я думаю, что все это новый король его величества, Чарльз III, Карл III в русском варианте, сделать сможет прекрасно, и у него, я думаю, будет прекрасная поддержка, прежде всего в виде принца Уильяма Герцога Кемеровского. Мне кажется, он тоже, если он станет наследником, я думаю, что он и станет, будет прекрасным наследником и прекрасным королем, поэтому скажем, God save the king. Королева-консорт Камила, какова будет ее роль? Вы знаете, мне кажется, что она, придя на, когда она стала супругой наследника, многие ее недолюбливали, общество к ней относилось сдержанно. Мне кажется, она очень тактично и очень успешно за эти, ну, чуть менее 20 лет сумела найти свою роль в общественной жизни, потому что главная роль – это быть патроном разного рода благотворительных общественных институтов, выступать с вдохновляющими речами, интересоваться какими-то определенными темами, ну, я не знаю, это может быть помощь инвалидам или это может быть там улучшение жизни картинных галерей, какими-то темами, которые вот патронируют активно член королевской семьи. Мне кажется, что Камила, королева-консорт, нашла в себе некую энергию, некие силы и мудрость, ну, сделать так, чтобы общество с ней не стало относиться со значительно большей симпатией. Ну, можно только и пожелать успеха, я думаю, у нее все для этого нет. Константин, когда пройдет церемония коронации, будет ли она отличаться подходом? Я думаю, да. Она будет, она может быть в любое время в течение там ближайшего года, даже, может быть, полутора, это все зависит от монарха. Ясно, что это не будет завтра, ясно, что это не будет вскоре после траура. Церемония коронации, скорее всего, будет обновленной. Известно, что, ну, например, британская монархия является административным главой англиканской церкви. В 1953 году, когда королева Елизавета II вступала на престол, это была, ну, во многом моноэтническая и, по сути дела, монорелигиозная страна. Сегодня все несколько иначе в Великобритании. Поэтому, например, можно ожидать, что титул защитника веры, подвержается англиканской вере, будет, его понятие будет несколько расширенно, подозревает, что монарх – патрон всех религиозных общин Великобритании. Кроме того, что-то, какие-то изменения могут быть внесены в церемонию коронации, которая, может быть, будет, ну, немножко другой, точно, скорее всего, будет другой, чем она была в 1953 году. Это целая эпоха прошла. Поэтому изменения, вот и, кстати, эти изменения играют очень важную роль, символическую, потому что, по сути дела, вот церемонии коронации новый монарх, уж простите за это, за тертые вооружения, посылает сигнал, каким он видит свое царствование. И в этом смысле будет интересно посмотреть на то, какую символику, как все это будет подстроено в ситуации вот этой новой коронации, нового короля, которому, конечно, я желаю всяческих успехов. И последний вопрос. Трау в Британии объявлен на 10 дней. Мы понимаем, что в Лондон съедутся все мировые лидеры. Верно. И как вы думаете, Владимир Путин может приехать на церемонию прощания? Нет, я не думаю, потому что такого рода решения принимаются не только королем, но они принимаются также и кабинетом. Поэтому я абсолютно, я буду сильно удивлен, сформулирую так, если там окажется Путин. В отсутствие в России сегодня неких фигур, которые были бы приемлемы и одновременно занимали бы какую-то хотя бы в прошлом политическую позицию, я думаю, что скорее всего Российскую Федерацию на этих похоронах будет представлять посол. Скорее всего это будет так же, ну, наверное, с такими странами, как, скажем, Иран, например. Вот, наверное, так это будет. Могут быть какие-то, конечно, изменения, но мне трудно себе представить Путина, едущего в Лондон на эту церемонию. Я уверен, что кабинет этого не допустит. А вот я думаю, Майя Санду там вполне может оказаться. Константин Эггерт, обозреватель Deutsche Welle, кавалер Ордена Британской империи. Огромное, огромное спасибо за интервью. Спасибо. До встречи.